Тюменская арена Тюменская арена Тюменская арена они будут рядом с топом. Лучшим из россиян во второй день стал ветеран, имевший шансы на олимпийскую медаль Турина в 2006 году Дмитрий Васильев. Он показал 30 результат. Покорителем трамплина стал еще один представитель Германии Андреас Веллингер. Начали сезон золотого дубля. В Хакасии стартовал Кубок России по лыжным гонкам. В индивидуальном спринте свободным ходом тюменцы выстрелили двойным победным залпом. В поселке Вершина Тёй у женщин в финал вышли сразу две тюменки. Фаворитом была Татьяна Алюшина, которая несколько дней назад здесь же выиграла спринт в рамках Кубка Хакасии. На сей раз не повезло, благо что Ощепкова не подвела и все равно принесла злота тюменскому региону. У мужчин фаворитом считался югорчанин Антон Гафаров, выигравший квалификацию. Но в спринте хорошо смеется тот, кто финиширует первым в последнем забеге. А на решающий старт больше всего сил осталось у опытнейшего Николая Марилова, призера еще Ванкуверской Олимпиады. По итогам первого этапа Кубка России сборная Тюменской области лидирует в командном зачете, опережая представителей Татарстана и Югры. Обладателями наград регионального турнира среди дзюдоистов 2004-2005 годов рождения, посвященного герою России Леониду Валову, стали тюменские борцы. В соревнованиях, которые проходили в Екатеринбурге, выступали 400 юных атлетов. Золото завоевал Фрол Елагин. Воспитанник тренера Центра Олимпийской подготовки Тюмен-дзюдо Андрея Вуколова отличился в разряде до 73 килограммов. Бронзу получили подопечные Алексея Баклаускаса, Мустафа Шахнавазов, Артем Андреев и Гасан Гаджи Исмаилов. Рекорды устанавливаются для того, чтобы со временем их же и побивали. 25-я матчевая встреча по легкой атлетике, которая прошла в Тюмени, отметилась целым ворохом обновленных достижений. Одним из тех, кто вписал свое имя в историю, стал Егор Колотилов. Нетипичную для легкоатлета дистанцию в 300 метров он преодолел за 36,6 секунды. Я думаю, она ближе к 200, потому что она не такая, как 400, потому что 400 там отдельная тактика. Нужно дорабатывать последнюю сотню на силах и нужно все тренировать. Для меня она ближе к 200. То есть на 300 все-таки еще есть возможность выложиться прямо с первого до последнего метра? Конечно, все есть, все шансы. 25-я встреча городов Урала и Сибири побила и еще один рекорд. Тот самый, о котором говорить приятно и о котором совсем не хочется думать, что он вечный. Речь о массовости. В этом году под сводами легкоатлетического манежа выступили 572 человека. Мы ни на одних соревнованиях в Тюменской области такое количество участников еще не обслуживали. Контингент у нас самый обширный. Это Пермский край, Новосибирская область, Челябинская область, Свердловская область, Курганская область, Северяне наши, наша Тюменская область. То есть со всех ближайших регионов к нам все приехали. Спортсмены Тюменской области на легкоатлетическом празднике жизни статистами не были. Напротив, традиционно примеряли на шею драгметаллы разного достоинства. Наталья Ефремова из Юргинского не оставила шансов соперницам в секторе для прыжков в длину, улетев на 5,65 метра. Ну, это у нас первый старт в этом сезоне, так что это очень хорошо. Мы просто тренируемся, у нас маты на высоте 40 сантиметров, а здесь песок и как бы разница сказывается на результате. В споре 33 команд лучшей в общем зачете стала юность из Екатеринбурга. Тюменская с Дюшор номер 2 расположилась на шестой строчке. Новость номер 1 в мировом спорте. В швейцарской вазане состоялся исполком Международного олимпийского комитета, где было вынесено решение, допустят ли сборную России до зимних игр 2018-го. С докладами выступили главы комиссии МОК Денис Освальд и Самуэль Шмидт. Они изучали пробы Сочи и расследовали возможное существование господдержки допинговой системы в России. Впрочем, их решение, основанное на принципе «отсутствие доказательств – лучшее доказательство», можно было предсказать заранее. Российские спортсмены не смогут состязаться в Пхенчхяне под своим флагом. Они также не услышат гимн своей страны в случае победы. Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановлено. Выступать атлеты смогут под аббревиатурой ОАР. Она значит «Олимпийские атлеты из России». Центр подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону поддерживает вот этот хэштег. И действительно, нет России – нет игр. Поэтому игры будут пресными, неинтересными. И самое главное – игры будут несправедливыми. В Южную Корею точно не поедут спортсмены, которых в прошлом наказывали за допинг. А это значит, игры точно пропустят тюменские биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов. А лыжник Евгений Белов был пожизненно отстранен от Олимпиад еще раньше. Тогда давайте будем отстранять и в других странах, кто принимал допинг, был дисквалифицирован. Кандидатами на участие в играх от Тюменской области остаются биатлонисты Евгений Гораничев, Виктория Сливко, Ирина Услугина и Анастасия Загоруйко. Лыжники Александр Большунов, Денис Спецов, Анна Жеребятьева и Дарья Веденина.